Друзья, со мной сегодня Александр, и не просто так. Мы обозреваем различные варгеймы, и как бы вы думали, варгейм российский. Собственно, автор, такой бывает, привет, древней механики, игра про роботов боевых, мать твою, и еще, судя по всему, и князей. А есть княгини там, все дела? Княги есть. Класс! Мне уже нравится. Значит, давай уточним самые важные вещи. Это варгейм. Это варгейм на гексах. Кубики какие у тебя? Кубики только до шестые. Все родное, все знакомое. Насколько сложные, то есть там в робота попадает, у него как в батлтеке, там отваливается это, то, или у тебя попроще? Это сильно попроще, чем в батлтеке. Я думаю, что те, кто играет в варгеймы, это будет достаточно простая и быстрая игра для тех, кто есть опыт и кто знаком. Об этом чуть попозже. Мы, собственно, на примере партии посмотрим, как все это играет, чтобы зря воздух не сотрясать. Важный вопрос к тебе. Собственно, вот меня немножко выбор сеттинга смущает, потому что все-таки для нас, как для россиян, ну-ка, правильно, я себя это ощущаю, да, наше вот это вот мифотворчество, оно скорее как клубок. То есть это сказки про Бабу-Ягу, про мультики про Иван Царевич там и этих с трех богатырей. Вот как ты пришел, что мне нравится, что у меня роботы Витязи? Ну, да, это, конечно, немножко такой внутряк, если думать об этом, как о... Ну, варгейме дело международное такое, и это действительно опирается на то, что понятно, хорошо, в России узнаваемо. И, ну, для меня это пока что нормально. Пришел я к этому, я просто увидел в какой-то момент картину Воснецова «Три богатыря» и подумал, вот если бы он, как бы, в наши дни, наверное, он там работал бы где-то, рисовал бы по-нибудь фэнтези и фантастику, и вот он рисовал бы трех мехов здесь, с тем же сюжетом. И эта мысль меня как-то приколола, я начал об этом думать, и так постепенно родился сеттинг. Ну, потому что богатырь – это ощущение мощи и железа такого, и оно, в общем, роднится с мехами, которые такие шагают и сотрясают землю. Ну, это как в батлтеке том же, типа, это новые рыцари того времени. Да, вроде того, да. И по сути у тебя тоже, типа, Витязи. Можно, можно, можно так сказать, хотя я всеми силами стараюсь от батлтеха максимально отстроиться, ну, потому что, чтобы не перекрывать друг друга, вернее, чтобы он меня целиком не закрывал. Я понял. Ты же рассматривал заранее о том, что ты будешь выходить там на, как бы, общемировой сцену с этими? Нет, знаешь, я сейчас думаю, что это такой… Пока я вообще не рассматриваю этот вариант, то есть это игра для, ну, россиян и тех, кому интересно российская история. Я думаю, что, может быть, кому-то это тоже, там, за границей иностранцам это может приколоть и понравится. Но если уж, ну, как бы, это такой план, который невозможно построить. То есть выход на такой масштаб – это всё-таки что-то огромное. Я согласен. Ну, вообще, у них интересно, потому что, как я знаю, насколько я знаю, наша мифология, ну, не продана, как культура, да, то есть мы там греческая всякая, вот это вот всё известное везде. Наша, она, как бы, как бы у нас варится, и никто мир не знает о ней. Ты знаешь, тут такой пример, это, мне кажется, серия «Ведьмак», и вот чем она становится больше, тем она становится менее славянской, там остаются только, может быть, какие-то имена. Вот сейчас сериал, он вообще уже там, по-моему, ничего нет, хотя я не смотрел. Вот, и игры постепенно от игры к игре, они становятся больше и, как бы, немножко теряли вот эту свою славянскость. Ну, да, есть такой процесс, но здесь пока этого много. Здесь пока это сайлент-поинт, как бы. Я понял, да. Ну, то есть, короче, думаю, на внешнем рынке ты бы смотрелся очень экзотично совсем. Может быть, да. Хотя тоже, а это, как бы, о двух концах палка, типа, как бы в что-то знакомое приходить или совсем. Но всё равно, думаю, аудитория бы нашлась. Ладно, очень важный момент для нас, как и для варгеймеров и хоббистов, это минички. Да. Что ты можешь сказать? Значит, варгеймере в масштабе 1,100. У нас миниатюры примерно около 5 с 5 сантиметров высотой. Всё это, естественно, это не такие тиражи, это всё литьё. На них можно открыть, посмотреть. В стартовом наборе мы даём 4 меха и 4 пехотных отряда. У нас есть маленькая вот такая пехотка 18 миллиметров и, собственно, с вами мехи. Это на подставочках, соответственно, гипсогранами? Да, они все идут на подставочке. Ну, я не знаю, может быть, мы откроем, будем смотреть? Да, давай. Хочешь? Значит. У тебя коробка, вот абсолютно, как её получает человек. Я ничего специально не готовил и специально не чистил. Поэтому... С полки смахнул? Да. Окей. Так, тебе... Ты заказываешь у кого-то эти... Да, мы сейчас сотрудничаем постоянно с мастерской в Рязани. Двард Перейд Фаундери называется. Саша Розько, привет. И, собственно, вот он такой мой производитель материальных компонентов. А дизайнил ты их, соответственно, на компьютере? Значит, у нас два способа производства. Ну, сделать миниатюру можно двумя способами. Можно или слепить, или напечатать. Поэтому технику мы печатаем, то есть концептим, моделем, потом печатаем, потом льём. А пехоту мы лепим и потом льём. Мне нравится, что они такие получаются. Ну, да, после печати я вижу, что всё-таки осталась лесенка, но она такая достаточно маленькая. Это фотополимерная печать. То есть, вот я могу дать для сравнения... Сейчас мы стали делать примерочную печать просто пластиком, и там совсем, ну, видно, что видна эта лесенка. Здесь, ну, вот на, мне кажется, на покрашенных миниатюрах этот эффект целиком уходит. Ну, или почти целиком. Ну, да, то есть на больших поверхностях типа щита ещё что-то можно заметить, на остальных вообще ничего не заметит. Согласимся. Вот, в принципе, мне кажется, что получилось выжать максимум из вот этой доступной технологии фотополимерной печати. Там постоянно пробуем разные полимеры, как там, как они будут, с кем-то свойствами, какую будут давать детализацию, заплыв и так далее. Так, а пехота? Есть пехота там. Вот эта пехота? Ага. О, серьёзные пацаны. Я думал, они поменьше будут. Ну, эти чуваки больше, чем стандартные пехотинец, потому что на них массивная броня. Ага. А как тебе объясняется, что, ну, даваясь в сеттинг твой, что они там такие вот очень похожи на каких-то ребят из какого-то века, я не знаю даже какого, 13-го? Да, здесь действительно 12-й и 13-й век лежат в основе. Кстати, это всё-таки не сказки, а историческая основа. То есть я именно опираюсь на историю, на князей. Тут вот, если взять эти карточки, то они очень узнаваемые будут князья, ну, если специально поискать, то узнаваемые. Как это объясняется? Это полностью альтернативная вселенная, в которой сейчас 6605-й год, никто не знает, откуда там взялись эти технологии. Это вселенную никто не знает или автор никто не знает? Это может быть секретом. Хорошо, я понял. На самом деле, ну, мы работаем над... Ну, лор развивается так же, как игра. То есть мы постепенно повышаем уровень детализации. То есть сейчас у нас мы вроде определились с технологиями, на чём и как они работают. Они работают на твердотельном таком топливе с магнитным эффектом, который за счёт вращения их приводит в движение. Это фантастический минерал, который называется золотец. А мехи, соответственно, их двигатель называется золотцевые печи. Вот так выглядит примерная печать. Мы её делаем, стали делать в последнее время для подгонки моделей. И, как видишь, она ужасная. Но это нужно, чтобы проверить размер, проверить сочленение. Вот тут такой момент, что мы как бы всему учимся в процессе. И вот сделать, грубо говоря, игрушку, которая собирается, фигурку, это тоже некоторый навык, который надо было приобрести со временем. Ну и вот как-то я и моя небольшая команда смогли более-менее этого достичь. Вот эти последние, они уже, кажется, неплохо собираются. А вот первый такой вот, прям вот этот вран первый, он немножко более труден в сборке. Какой уровень? Там пушка самого дешёвого варианта стендового моделизма, и второй это Ваха. Где-то между, ближе к чему. Ты имеешь что-то по удобству. Ну да, вот как ты собираешься, потому что у тебя ничего ни к чему не подходит. Ни один этот штырёк вообще не влазит. Нет, оно подходит, просто иногда бывает, что надо контролировать несколько точек там сразу. Ага, я понял, да. Ну, короче, есть ещё вещи, которые сейчас мы уже понимаем, а когда делалась эта модель, ещё не было такого чёткого понимания, как это собирается. Вот сейчас всё стараемся просто на шарниры загонять, максимально упрощая. Ясно. А это типа технические, да, такие вещи? Ну, он слоями печатает. Я понял, да. А фотопример, он печатает как бы светом, он как вот фотографии проявляют, он примерно так же светом проявляет модель в такой ванне. Всё очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Окей. Значит, ребята в XII-XIII веке вдруг обнаружили какие-то технологии. Это они у них, они у них были всегда. Да, были. Там были более развитые и менее развитые страны, собственно, Византийская империя, там впереди планеты всей. Я думаю, что у неё есть некоторые намёки, что у них есть космические технологии, но, как любая империя, она начинает умирать, и окружающие народы начинают её обгрызать со всех сторон. Ну, и русичи, славяне, один из таких народов, которые уже, там, несколько десятков лет назад сперва похитили первые механизмы оттуда, механизмы шагателей-бронехода, так я использую терминологию. И потом уже начали развивать собственное производство, у них сейчас есть несколько цехов в Новгороде, крепость Коростынь, один из самых известных, мощных цехов у славян. А у тебя есть бэк весь? Здесь вот буклет правил, там совсем короткий бэк, несколько разворотов, сейчас вот работаем над тем, чтобы его было больше, он был доступен в электронном виде. А как ты будешь вот в стиле Вархаммера развивать, типа, там, какими-то компаниями, бэковыми? — Ты знаешь, мне вот направление, скажу так, такого нарративной игры кажется наиболее близким, а направление, может быть, я сейчас кого-то обижу, но направление спортивной игры наиболее далёким от этой системы. Да, я как раз хочу, чтобы это были компании, тем более, что игра сделана так, что она довольно быстро играется, то есть можно, если ты, в принципе, уже пару раз сыграл, сыграть минут за 50, небольшую партию. Соответственно, те, кто привык играть дольше, они могут сыграть три партии. И это как бы мини такая, ну не компания, но такая мини-столкновение, может быть, череда из трёх партий. И если на ней ещё будет лежать какая-то история, то я думаю, это будет вот такой интересный формат. — А скажи, вот, короче, более-менее сейчас всё понятно, мы собрались с тобой поиграть. Насколько у тебя подготовка к партии, это всегда какие-то уже заранее заданные войска, или ты можешь как-то там менять, какую-то закачку выбирать? — Пока используется самая простая версия, это покупка на очки. Плюс есть апгрейды, которые накидываются перед партией рынок. — Рандом, в смысле, рандом. — Да, ну там, да. Я всегда балансирую между рандомом и выбором, но чуть дальше это будет понятнее. Ну вот сейчас-то так. В дальнейшем будет ещё несколько ограничений. Я думаю, что будут ограничения по техническому развитию, то есть более старые технологии больше доступны, а новинки ограничены. Это более современные продвинутые мехи. — Так, и у тебя сейчас сколько сторон представлено? — Сейчас у нас такая одна сторона, которая воюет внутри себя. Это между усобицы Русичьи. У них там пять князей. Сейчас такой основной горячий момент — это расширение линейки миниатюр. То есть пока у нас не очень много миниатюр. У нас, по-моему, шесть видов мехов и столько же видов пехоты примерно. Но я вот стараюсь всеми силами сейчас это наращивать. Будут модели выходить. Наверное, несколько моделей сейчас готовятся к выходу. Вот этот парень, в частности. — Ну, у тебя затык скорее с модельками или с правилами? — Затык, да и с ресурсами. Просто и то, и то. То есть есть план и по моделям, и он идёт вперёд. И там правила не так трудно написать. Но просто всё это правильно организовать и сделать тиражи — это всё требует определённых ресурсов. Их надо поэтому выбирать, ну, приоритизировать. — Да, вот мы всегда забываем, творческие личности, что есть материальный мир, и там не так всё просто. Нельзя сказать «оп!» и я готова. Куча вещей, которые надо продумать, всё это делать. Ладно, давай ближе к делу. Собственно, вот мы с тобой решили поиграть. С чего мы начинаем? — Смотри, я думаю, мы поиграем в не очень большую партию, чтобы это было показательно. — Ну вот, у нас есть старт и набор, который получит человек. — Да, окей. — Кстати, как можно получить старт и набор? — Смотри, он сейчас есть у меня в группе. — Ссылочка написания. Группа ВКонтакте, там можно этот набор, он полностью готов. Вот эта коробка, мы тут делали недавно небольшой предзаказ. Сейчас он полностью готов, продаётся у меня. Я работаю над его распространением, но пока результаты этой работы не видны. Но я надеюсь, что всё будет. — А тебе это и логически обеспечиваешься? — Сейчас да. Ну вот надо решить все эти вещи, действительно, с логистикой и так далее. И с договорённостями, и с юридическими вещами, тогда я надеюсь, что это появится ещё где-то. Особенно интересны регионы. — Угу, да. Так. — Вот у нас коробка, которую мы взяли у тебя в группе. — Да. — Сначала нам нужно выбрать, ну сначала, я думаю, почитать, может быть, какие-то правила. Но нам нужно выбрать князя. Хотя, может быть, мы сыграем очень маленькую битву, чтобы князь на ней присутствовал. Но для демо-игры это пойдёт. Значит, у нас есть пять князей, они на вот таких вот карточках. — Карточки серьёзные, я понимаю. — Да, у них сзади у каждого свой знак. Хотя он примерно, все знаки как бы в одном стиле, в одном ключе, это всё трезубец. Потому что они все принадлежат к роду Рюриковичей. Значит, попроще вот эти два, они такие прямо боевые. Эти трое немножко посложнее, надо немножко понимать. Ты изначально можешь выбрать себе князя. — Да, Владимир будет. — Давай, отлично. — Точность плюс два, я взгляну. — Я буду точен. — Всё, теперь мы, собственно, составляем дружину. — А он будет как пилот какой-то? — Твой князь будет как пилот, пилот мой князь будет командовать из старта. — А, то есть у них разные варианты. — Да, в зависимости от правил. — Угу. — Так, теперь нам надо составить дружину. Так, у нас есть в стартовом наборе два вида малых мехов. Это отрок и чертополох. По очкам чертополох чуть подешевле, но для такой первой игры мы проигнорируем их небольшое различие. — Угу. — Можешь выбрать одного из них. — Ну, увы. — У них полный визивик. Сейчас я достану, надо достать их карточек. — Ей. Так я вижу, одна пушка, дрова две пушки. — Да, у меня там еще пулеметчик есть в корпусе. — Ага. — Пусовой тип. — Значит, тут у них идут вот такие карточки. Там всё это, всё представлено. Карточки залуминированы специальным образом, чтобы писать прямо там, потому что стирать много раз. Карточки также в группе доступны бесплатно. Их можно скачать на все войска и пользоваться. Вот. Также можно взять вместо... Ну, нет, я не знаю, войска не из стартового набора не давать. — Да, наверное, и стоит. — Окей. — Чтоб люди представляли, да? — Окей. Ну, смотри, да, вот выбери кого-нибудь одного из этих. — Пусть будет. — То есть у нас будет партия типа 2 на 2 плюс пехота. — Ага. — Такая. Окей, я возьму тогда этого. Значит, это всё магнитизировано. Можно менять виды оружия. Значит, и у нас есть Светогор и Вран. У Врана меняется вооружение. Он может нести копьё, это самое мощное оружие в игре. Но с ним надо добежать. Или пушка. Соответственно, у него активный щит, он может там защищаться. У Светогора две пушки, он делает, соответственно, два выстрела. Но щиты его не активные, они только просто увеличивают броню. — Угу. Ясно. Ну, мне вот визуально нравятся зелёненькие. — Да, окей. Ну, видишь, мы как бы по цветам разошлись. — Ага. — Вот. И можно тогда взять немного пехоты. Значит, у нас есть Кметь. Это парни в энергоброне, в силовой. У них есть большая такая ракетница, называется Тюфяк. Космодесант русичей. — Да. — Силовой брони. Значит, их трое. Можно взять стрельцов. У них бронебойные пищали. И они игнорируют дистанцию. То есть можно или-или. — А эти против чего у них оружие? — Ну, огнестрел против пехоты. А вот эта штука, они могут стрелять в мехов. Она довольно мощная. А эти-то все могут стрелять в мехов. — Я хочу быть космодесантом. Это все, ну, магнитов нет в наборе. Это все делал я сам. Так, и давай еще можно добавить смердов. Смерды — это ополченцы, которых набрали из деревень, дали автоматы и велели служить. Или там они за какие-то долги туда попали. Их пятеро на одной подставке. Ну, каждый будет по набору смердов. Есть миниатюры пилотов. Они больше такие коллекционные, но они тоже в наборе есть. Такие чуваки. — То есть они не скакивают? — Если убили пилота, можно привезти молодого из-за карты и заменить его. Но он будет не очень хорош. Ход делится на три основные фазы. Мы их называем череды. Это череда планирования. С помощью приказов вот этих ты отдаешь команды войскам. Затем происходит череда инициативы. Мы определяем за каждый отряд или за каждую миниатюру. Мы кидаем кубик инициативы. Потом вскрываем приказы на третьей фазе. И, собственно, разыгрываем в порядке инициативы от меньшего к большему. Все броски в игре, это немножко непривычно ребятам, которые играют в Вархаммер. Чем меньше, тем лучше. То есть единица всегда побеждает шестерку. Там есть пара нюансов, которые будут понятны. Но вот это может быть немножко непривычно. Карточка Юнитона, а не сведена вся необходимая информация для игры. Все цифры здесь, ничего помнить, в общем, не надо. Первый блок, основные параметры. Здесь у нас броня, мехи по-разному бронированы с каждой стороны. В центре большая... То есть, как будет подставка, да, и показано, с какой стороны... Да, как он бронирован. Здесь основные показатели. Это инициатива скорости и точность. Здесь такие гексы, это для отмечания того, что у нас с ними происходит. То есть, если по нему попадают, мы ставим крестик. И там нам памятка, что с ним происходит, что здесь у него возрастает инициатива. Здесь блок вооружения. Собственно, у него вот... Сейчас речь вот про этого парня. У него там есть автосмоговница. Это вот эта автопушка. Ракеты, пчелка и пулемет. И здесь маленькие записи, можно что-то помечать, отмечать себе, записывать. Вот, собственно, очковая стоимость. Ну, тут класс, поколение, видимость, его высота. Искусность и дерзость, это параметры пилота, они 4-4 по умолчанию. Значит, помимо буклета правил, сделана вот такая памятка, в которой сведены все основные вещи, которые касаются битвы. Здесь у нас есть порядок хода, значение приказов, основные модификаторы, порядок стрельбы, порядок тарана, таблицы с бросками детализации повреждений. Как что происходит? Значит, поначалу мы делаем бросок на первого игрока, который выбирает сторону хода. Ну, мы можем посчитать, что вот это будет твоя сторона, это моя. Расставляемся мы в первых, в самом таком базовом, простом варианте, мы расставляемся в первых двух гексах. Нам надо что-нибудь кинуть, чтобы все-таки определить, кто первый игрок ставится. Кидаем один кубик, меньшее значение побеждает. Меньше значение побеждает. Мне уже нравится. Первый. Ну вот, у тебя пятерочка. Значит, значки на шестой грани. Собственно, ты можешь выбирать, либо ты первый ставишься, либо отдаешься право мне, и тогда я ставлю первую миниатюру в первые два гекса. Половинки у нас не играют. Я понял. Еще что выгоднее мне отдать тебе, посмотрите, ты ставишься? Ну, эта карта достаточно открытая, может быть, да. Я понял. Ну, у нас сейчас не так сильно значат, когда мало войск, и когда просто лобовое столкновение. Здесь нет такого типа, я взял ход, я ставился, я перехожу и там все такое. Нет, ход, в принципе, смешанный. То есть здесь немного даунтайма, и ты поймешь, что здесь очередность хода немножко иначе работает. Романно ставишь. Я здесь расскажу, как немножко устроена карта. У нас есть леса, они дают защиту и замедляют. У нас есть дороги, они ускоряют. Есть водичка чуть-чуть, на другой карте целая речка, она замедляет. Важно для охлаждения, например. Нет, у нас нет охлаждения. Хорошо. Есть холмы первого и второго уровня. Здесь они такие небольшие, на второй карте целый холм. То есть мехи второй высоты. Если он стоит здесь, то его откуда-нибудь там перекрывает. Да, перекрывает. А если первой высоты, то перекрывает по поясу. Окей. Так, ну давай мы поставимся куда-нибудь, например, вот сюда. А леса что-то будет давать? А леса снижает точность. Окей. А я должен вставить в лесу или... Ты можешь вставить в лесу, это правда третий гекс. Ну, разница будет вот между лесом и просто за лесом. Некоторые... Ну да, будет. Окей. Твой лес, в котором ты стоишь, не мешает тебе стрелять. А если ты стреляешь чейзи... Да, логично. Так, давай попробуем пехоту поставить вот сюда вот. А, наверное, наверное, тогда этот сюда. А этот вот сюда. Окей. Самый будет прикол, когда я буду сам забывать свои собственные правила. Потому что я их много раз переписывал. Я могу помнить... Другая редакция. Не ту, не ту, не ту редакцию. Ага. Логично. Так, ну... Давай вот эти там так, сюда встанут. Окей. Вот так вот. Все попрятались по лесам. Я понял. Да, ну окей. Обычно игра ограничена по количеству партий, по количеству ходов. И давай мы с тобой сыграем пять ходов. Там бросается кубик. Ну, типа 4 плюс К3. Тебе понял, да? Да, почти будет пять. Так. Собственно, мы готовы. Сейчас начинается первая череда первого хода. Мы начинаем командовать. Значит, у нас есть вот такие фишки приказов. Их три вида. М, У и О. Мы отдаем каждому отряду свой приказ. Значит, в нашей памятке кратко подсказано, кто что делает. Значит, маневр – это движение и стрельба в любом сочетании. Удержание позиции. Мы не двигаемся, стреляем, получаем бонусы. И можем перехватывать. И О – это особый приказ. Мы либо лучше двигаемся, либо лучше стреляем. Либо есть таран. Некоторые особые правила миниатюр, которых сейчас у нас не будет. Вот. Памятку тебе можно. Да. И давай покомандуем. Так, а где мой пилот сидит? А, да. Тебя надо выбрать, где сидит твой пилот, и заявить это. Точность влияет и на ХТХ, и на стрельбу? Не только на стрельбу. Только на стрельбу. Логично сюда его посадить. Это, правда, менее бронированный мех. Я понял, да. Значит, он сидит там. Все, мой князь за полем. Командуем. Берем фишки и в закрытую кладем их к миниатюре. Типа скрытые маневры. Да. Та вопрос на рейндж оружие. Ага, рейндж оружие не ограничен. Но каждый 5 гексов, он падает на модификатор видимости. По мехам это 1. То есть, каждый 5 гексов по цели размером с мех мы стреляем на 1 хуже. Базовая наша точность 9. Сейчас дойдем до первого выстрела. Я это, может быть, объясню. Так, так. Тут давай. Так. Так, я раздал. Да, все. Теперь мы переходим ко второй череде. Дай мне, пожалуйста, вот эти кубики. Значит, как бы такой интерфейс игры, что удобнее вот эти кубики использовать для инициативы, а большие какие-то другие для стрельбы, чтобы не культи. И теперь мы... А, вот я за один не покомандовал. Теперь мы за каждый отданный приказ кидаем инициативу. Значит, инициатива кидается справа налево или слева направо, но нельзя сначала бросить, потом выбирать. То есть, ты говоришь, типа, эти кидаешь, кладешь. Это, собственно, определяется порядок хода. И кто кинул меньше ходит? Да. Значит, обрати внимание, у тебя у князя есть правило тактик. Он может... Ну, у него и так единица. Но он может бросить 2 кубика и выбрать себе желаемое. Ну, лучше единицы быть не может. Здесь остается только один, потому что один это и так хорошо. Окей. У легких мехов вшито улучшение инициативы, которая в нашей карточке записана, поэтому у меня остается один. У тебя, опять же, выше единицы быть не может. Все, других изменений не происходит. И мы готовы перейти к третьей череде, открыть приказы и начать их разыгрывать. Открываемся. За кучу демонстраций я уже отработал, знаешь, какую механику в какой момент объяснять. Чтобы, я не знаю, больше сотни игр сыграл, наверное. Я уже просто некоторые вещи объясняю попозже, которые мы сейчас пропустили. Окей. Что у нас самое низкое на столе? Единицы. Значит, у нас одинаковые легкие мехи, у них единицы, как бы неразличимы. Но мой князь имеет правило почета великого князя. Всегда приоритет при одинаковой инициативе. В других случаях это решается дополнительной кубовкой. Ну, либо по скорости. А если скорость тоже одинаковая, то дополнительная кубовка. Окей, я могу подвигаться. У меня восьмая скорость. Леса, соответственно, отнимают два. Приказ у меня... По дороге надо прям пойти? Каждый третий гекс дороги бесплатный. То есть раз-два. Я понял. Ну, давай попробуем. Там мы, конечно... Ну, давай. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Мех должен смотреть всегда в направлении последнего сделанного шага. Я вошел. У нас арки стрельбы вот такие. У мехов. Вот такие. Вот по этим гексам. Вот. Соответственно, я вижу тебя. Могу провести стрельбу. Честно говоря, мой маленький хинк на демонстрациях. Я никогда не стреляю первым. Потому что это слишком обидно. Поэтому я буду играть осторожно. Я использую вместо атаки дымовую защиту. И мы выкинем дымы здесь. У каждого меха есть одна дымовая защита. И отмечу себе, что я воспользовался этим. Окей. Так. Соответственно, твоя единица. И у тебя есть единица у Кмеси. И ты можешь... Ну, кем хочешь ходить. Ага. Но все равно, в любом случае, я сейчас хожу этим и этим. Да. Потом будет ходить, соответственно, этот и от этого, а потом весь твой остальной. Ну, да. Да. Окей. Так. Я хочу, соответственно, пострелять как-то хитро и мощно. Что мне для этого нужно? Я беру своего... Тебе нужно... Пацана. Да. Тебе нужно приблизиться ко мне на какую-то дистанцию. Тебе желательно избежать этого дыма, потому что он будет тебе давать минус 3. Ага. Ну, и, соответственно, чем... Ну, конкретно этот мех бронирован одинаково. Твой во фронте бронирован лучше. Поэтому тут надо иметь это в виду. Ага. Можно и так подолбиться. Можно и так, пожалуйста. Значит, у меня там, типа, точность плюс 2. Да. Базовая, значит... То есть ты как-то заявляешь трибу. Ага. Удержание... Удержание... Нет, оно тебе бонусит инициативу, которая у тебя и так хорошая. Я понял. И, соответственно... Соответственно, мы берем базовую точность. У меха две атаки. То есть он может провести одну основную, одну дополнительную атаку. Дополнительное оружие помещено буквой «Д» в листе. Ну, допустим, ты из своей основной пушки, автопушки, вот она у тебя в этой руке, хочешь провести стрельбу. Мы считаем гексы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Значит, в нашей памятке она нам подсказывает, что 10 – это первая дальность, которая дает минус один. Также у нас есть и дым. Я стою в лесу. За дым минус три. Значит, один, минус три. И я стою в лесу. Еще это пять. Ага. Твои два бонуса, ну, как бы, плюс. И у нас, соответственно, с шести. То есть тебе нужно на двух кубиках бросить шесть и меньше. Откуда мы взяли изначально? Базовая точность девять. Ага. Она у всех девять, кроме вот необученных смердов. Так, и теперь что мне нужны? Теперь мы посчитали модификаторы. Мы пришли к числу шесть, и тебе нужно на двух кубах кинуть шесть и меньше в сумме. В сумме шесть и меньше на двух кубах. Да. Петро. Легко. Очень изи. Изи, да. Я поумею. Окей, теперь надо посмотреть, пробил ли твой огонь мою броню. Так. Для этого я немножко горжусь этой механикой, потому что в одном броске зашиты сразу два параметра. Мы берем больший кубик, три, прибавляя к нему мощь оружия, два, получается, пять, и сравниваем с моей лобовой броней, которая у меня шесть. Это значит, что пули просто скользнули, извекнули по броне, но они смогли меня туда проникнуть. Нужно здесь превысить. Броню нужно превысить, да. То есть ты должен кинуть меньше точности, но больше, чем броня. Хитро. То есть лучший бросок это шесть и один, если тебе это позволяет по точности. Я понял. Есть там, ну, дальше уже начинается куча всяких нюансов, правила оружия и так далее. Где-то, например, можно перебрасывать этот кубик, когда ты попал вот этих парней. Там уже идут всякие нюансы. Окей, я могу счет-чет пострелять? Да, ты можешь провести вторую атаку, например, из ракетницы. Она, правда, будет стрелять плохо, еще на минус один, потому что это хуже наводится, это оружие. Почему она будет кинуть? Но оно делает сразу три залпа. То есть тебе можно взять будет три пары кубиков и бросить, например. Это ракетница напротив кого? Ракетница хороша забежать в тыл и разрядить ее всю. Ну, либо сблизи уже отстреливаться. В принципе, можно поэкономить. Можно попробовать пострелять с пулемета, у него нет шансов пробить, кроме как крит. Крит это 1-1. Это моя любимая. Вот, можешь, в принципе, бросить сразу две пары кубиков, потому что пулемет стреляет два раза. И если там будет 1-1 на одной из пар, то ты меня пробьешь. Окей. Я был близкий? Нет. Да. Все, его активация завершена. Чтобы не забыть, мы убираем вот это вот. Окей, давай к Мете. У них три скорости, есть ракетница. Лес их не тормозит. Так, они, значит, могут раз, два, куда-нибудь, три. Нет. Я буду сюда вышел. Да, вот сюда есть смысл. Вышли. И могут из ракетницы куда-нибудь долбануть. Да, соответственно, так же. Ну, то есть, вот какая цель у них, наверное, вот этот мой Мех Светогор, да? Это вот эти вот парни. Да, да. Кометия. Ну, все так же. Здесь тоже будет минус 1. Я уже это просто вижу. Ага. Ах, хотя нет. Это зараза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, это минус 2. Минус 2. Моя девятая точность. Да, у тебя девятая точность, минус 2, 7. Других преград нет. Четыре. Ты попадаешь. У меня здесь лобовая броня восемь, твоя мощь три. Это меня не пробьет, но у них есть правило. Ну, это будет, типа, шесть. Да, это будет шесть. Это их не пробьет, но тут есть правило облегченные снаряды. Оно позволяет тебе, когда уже попадание сделано, перебросить один кубик. Ага. В данном случае любой. Если у тебя, соответственно, выпадет... Не важно, я уже попал. Ты уже попал, да. Но чтобы сделать свой огонь эффективным... Мне нужно сейчас кинуть пять или шесть. Пять или шесть. Нет. У них расходуемый боезапас, а они там потеряли одну. Это где-то я могу. Вот эти маленькие. Выстрелили одну ракету. Тифяк. Да. Окей. Так, и теперь мой... Соответственно, вторая инициатива, твои оба отряда. Так, вот эти просто противопехотные парни. У них тоже есть маленький-маленький тифячок, вон там у этого парня. У них седьмая точность, поэтому они изначально стреляют хуже. Но, например, с высоты они будут получать плюс один. Так, и вход у них? Три гекса. Чтобы залезть? Ничего не тратится. Типа я там просто залезу куда-то. Да. Окей. Пусть будет. А там какой-нибудь марш-марш нету приказов? В особом приказе. Вот у меня они отданы. Есть приказ рывок, когда они получают бонус движения. Они не могут стрелять, но он больше двигается. Я понял. Так, смысла? Здесь не очень. Здесь будет, наверное, минус три, да твой плюс один, с минус два, ну по пяти можно попробовать пострелять, но можно и сэкономить снаряд. Да, давай сэкономим снаряд. Окей. Так, и вот этот парень. Смотри, тебе надо выходить им на... Потому что у него копьё, это самое мощное оружие в игре. Да. Тебе важен, чтобы до цели у тебя была пара-тройка гексов разбега, может быть даже гексов пять. И чтобы провести таран, тебе нужно отдать приказ, особый приказ. Ага. Сейчас тебе нужно как бы заходить на цель. Так. Ну, при этом я тоже буду маневрировать. Ага. Вот. Мув у меня? Шестой. В лесу раз-два. Раз-два, три-четыре, пять-шесть. Да. Например. Да. Ты можешь или пострелять из пулемёта, или поставить дымовую защиту так же, как я, потому что ты же в голом поле под кучей стрельбы. Да. Так, сейчас я защитюсь. Дым считается дополнительной атакой. Всё. Дальше, собственно, я хожу. Моя троечка. Раз-два, три, четыре, пять, шесть. Ну, давай так. Я тоже проведу стрельбу. У меня две пушки. Я постреляю два раза. Так как я продвинулся на шесть, пилот там трясёт, ему тяжелее цель. Цель даёт ему минус один. Раз-два, три, четыре, пять, шесть. Ещё минус один и минус три. То есть, с четырёх я попадаю, стреляю два раза из двух пушек. Окей, это два раза мимо. Ну, можно провести... Умехав 2 атаки, можно провести дополнительную атаку по твоим кометам. Но за счёт того, что они маленькие, я буду получать очень большой модификатор на точность. Но, тем не менее, можно попробовать. Там будет минус три, минус четыре. Минус пять, то есть... Это ты просто объяснишь, чтобы мы понимали. Значит, одинаковая дистанция на разные цели даёт разный модификатор за счёт того, что в здорового меха попасть гораздо легче, чем в маленького пехотинца. Соответственно, вот на такой дистанции я буду получать минус три с модификатор к точности, который у меня базовый девять. То есть шесть плюс... За расстояние в маленькую цель. Да, да, да. Соответственно, базовая концепция в том, что пехоту защищает дистанция. То есть она может стрелять издалека помехам, и ей как бы будет хорошо. Также они укрыты в лесу, это ещё минус один. И также за то, что я пробежал, движение больше, чем на три гегса считается бегом, я получаю ещё минус один. Это девять минус пять по четырём. У меня есть четыре выстрела, потому что у меня два пулемёта, которые там снизу под стволами расположены, спарринных. И, собственно, я стреляю два раза. Пять и пять нету, мне нужно четыре. Четыре есть. За счёт того, что вы находитесь в лесу, вы можете одну атаку в ход просто отменить. Это даёт вам защиту. Собственно, вы эту атаку как бы... Это каждый ход? Да, каждый ход. Хитро. Это снижение потерь, оно даётся либо за приказ удержания, то есть они как-то окапываются, прилегают, либо за любое укрытие, которое есть. Я понял. Соответственно, в них надо попадать больше одного раза, чтобы пробить. Хитро. И, собственно, мои последние парни, они сделают вот так раз-два. У нас есть правило, ну, как бы дружественного огня или попадания в случайную цель, то есть если стрелять как-то так, я мог бы попасть в своего. И вот как раз на последней игре, которую мы играли пару дней назад, это было, что человек расстреливал своих мехов в спину. Вот. Ну, давай попробуем тоже отсюда провести огонь на строй. У нас маленькие бронебойные такие пищали, у них тоже немножко особые правила, но надо сначала попасть. Значит, в игре хорошо иметь много кубиков разного цвета, чтобы кидать парами. Вот так вот, например. Ну, не парами кидать. Значит, наш модификатор здесь 7, дистанцию мы игнорируем, за дым мы получили минус 3, плюс 1 за то, что мы выше, с высоты всегда легче стрелять. Вот, соответственно, 7, пытаемся прокинуть, это мимо, это пришло, это критическое попадание. Ох. Вот, ну, так сказать, на твоём мехе будем делать, показать, как совершается мех. Значит, нам надо проверить, была ли пробита, а, у тебя ещё щит есть, была ли пробита твоя броня. Значит, здесь у нас 5, плюс наша мощность, это 2 на 7, у тебя тут 8, у тебя там 8, куда приходит, вот по такой диаграмме расчерчивается, это тебя не пробьёт, а 1-1 крит считается всегда пробившим броню, однако у тебя щит, ты можешь бросить на 1-4, ты защитишься. Типа просто, инвуль, 4 плюс инвуль, 2, отбил, отбил. Отбивать он может бесконечное количество атак, если они приходят через вот эти 3 гекса, либо он может защищать цель, которая стоит вот здесь рядом с ним, перекрывать соседа. Всё, остался у меня здесь один маленький отряд, которому я отдал особый приказ, и это будет приказ-рывок, они не стреляют, но двигаются вместо трёх на 4, 1-2-3, 4 влез, мы заходим без тормозов, потому что пехотинцы маленькие. Окей, это первый ход, собственно, сейчас давайте игрим второй. Так, теперь опять мы даём приказы. Да, мы опять отдаём приказы, там будет ещё одна механика, и... Так, чтобы я могу его уже танцевать? Смотри, у тебя 6, то есть надо прикинуть, у тебя 6 скорость, 1-2-3-4-5, да, отлично ты в меня приходишь. Лучше приходить сзади, потому что у меня будет защитная реакция при сближении. Ты можешь за счёт приказа О повысить свою скорость до 2, на 2, до 8, 1-2-3-4-5-6-7, например, вот так, и это будет вполне себе ничего, таранчик. То есть тебе нужно дать приказ О. Ну, я отдам секретный приказ. Да. Так. Дымы кончаются уже. Нет, дымы стоят ход постановки и следующий ход. Я понял. Так, тут нам надо вот... Как у тебя вот продумано, чтобы как-то более-менее скрытно отдавать приказы, потому что, например, очевидно, что я набрал из топки какой-то... Ну, тут я полагаюсь больше на честность игроков, просто не смотрите. Ну, и как вот за демо-игры, как-то обычно ты не смотришь, ты скорее понимаешь по расположению на поле, что он хочет. С тобой, да. Так, мы покомандовали, и сейчас также инициатива. Помни, что за князя ты бросаешь два кубика и выбираешь, какой хочешь. Ну, видимо, где разница. Так, необычные смерды теряют инициативу, она у них становится пять. Значит, малые мехи улучшают. У меня становится два. У тебя опять один. У тебя их шокол становится шесть. Мне кажется, я забыл об этом сказать на первую. Первую, да. Окей, теперь у нас... Подожди, бля-бля-бля-бля. Закрой. Здесь есть еще одна механика, которую я всегда на второй ход объясняю, чтобы было проще. Значит, у нас есть шесть очков боевого духа. У тебя семь. Семь. Вот я их обозначаю отдельным кубиком. Значит, мы можем сейчас, до того, как приказы открыты, оценить ситуацию и улучшить инициативу, потратив боевой дух. Также боевой дух может отменять ситуации паники. То есть, вместо того, чтобы проходить панику, ты платишь боевой дух и отменяешь ее. И если боевой дух становится два, то по всей армии прокатывается однократная паника, как моральное истощение. Это делается в режиме торга. То есть, мы смотрим, ты пасуешь, я пасую. Переходим дальше. Здесь вот тебе можно оценить. Смотри, ты хочешь меня... Здесь у тебя пять. У меня три. Я тебя перегоню и могу уйти из-под твоего удара. Потому что тут легко понять, что ты хочешь. Тебе, соответственно, нужно сделать, допустим, три. Или даже два. То есть, чтобы меня перегнать. Где там этот... Светополка. Светополка. То есть, тебе нужно сюда вложить, соответственно, три очка. И у тебя останется четыре. И сделать себе инициативу два. Так, и как мне это сделать? Ну, ты просто заявляешь, что я тратишь кубик. Что я хочу... У меня всего шесть. Семь. Сосконечно. И, соответственно, я могу уложить сюда из этих семи три. Оставить четыре. Как ты будешь на это реагировать? Я пасую. Ага. То есть, окей. И могу найти четыре. Сложный кубик. А, вот, нашел. Так, и, соответственно, у меня здесь два. Да, окей. Хорошо. Все. Все остальное окей. Мы можем открываться. Ага. Значит, здесь маленькая хитрость. В приказе удержания позиции, в момент его открытия, как говорит наша памятка, он нам улучшает инициативу. А здесь у меня приказ удержания позиции, который делают мне два. Хитер. Ну, это такой... Так, и здесь, соответственно, тоже я выключаю, да? Везде, где он у тебя дан. Везде ты улучшаешь. Так, тут у меня останется четыре. Тут у меня останется три. Ну, то есть, это такая самая... Самая простая мулька, которая здесь бывает в этой игре. Соответственно, что у нас самое раннее на столе, это они есть, и еще у меня есть вот этот парень. А, у тебя все? Да. Я бы тебе советовал, ну, немножко вне правил заменить прекрасно маневр. Да? Потому что так ты не сможешь двигаться, да? Мне нужно подвигаться. Да, лучше, мне кажется, как-то заходить на меня, а не стоять, останется из кустов, тем более у тебя быстрый и легкий мех. Я понял. Хорошо. Так, движение, соответственно, нёши. Восемь. Восемь, да. Но я бегу уже, если больше трех. Больше трех, да. Ну, там минус один, этим можно пожертвовать, мне кажется. Я понял, и какие маневры? Ну, идея в том, чтобы как-то заходить мне в боковую броню или в тыловую. Если ты остаешься в чистом поле, ну, как бы защищаешься дымами, вот. Либо рассчитываешь, что я буду стрелять на что-то еще. Я понял, да. Так, и насколько его автопушка к нему смогут? Ну, смотри, вот у меня фронтальная броня у меня здесь восемь. Ага. Вся. Да, я понял. То есть, надо как-то сюда заходить, а стрельба сюда начнется вот по этой линии, вот, например, с этого или с этого гекса. Вот, тогда тут не дотянешь. Это я могу сюда. А, нет, не могу. Сюда дойти могу, да? Да. Ход начинается на лес, не вычитая. Нет, нет. Значит, естественно, вот так и... А, я вот так обязан, да. Если я нахожу, я могу вот так вот идти. Да, да, все так. Так, и пострелять. Окей. С кого? Сюда, сюда. Сюда в восьмерку, видимо. Ну, с автопушкой, да, это только такое себе. А сюда уже будет, соответственно, минус один. Да, тут много-много минусов. Тут раз-два, пять, и твой бег шесть. С трех ты будешь попадать, это так. Такое себе. Раз-два, три, четыре, пять, шесть. А тут минус, минус тоже минус пять. Тут не очень. Мне там нравилось больше. И в этих вообще... Ну, нет, хочешь, расстанься, я, может быть, тебя зале переубедил. Нет, ладно, посмотрим, интересно. Окей. В этих ребят будет тоже, я думаю, много, потому что там идет не минус один, а минус три. Раз-два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Тринадцать это минус, это вторая, да? Минус шесть. Ты все по тройке у тебя идет. Окей. Я думал, что ты пойдешь куда-то сюда, например, и вот отсюда можно попробовать, то есть раз, два, три, четыре, туда-сюда не доходишь. Ну как-то не очень хочу туда попадать, а здесь хотя бы прикрытие какое-то есть. Ладно, давай попробуем все-таки подолбиться в твое товарища. Соответственно, минус три, минус один, минус два леса. Да. Это минус шесть. Да. Плюс два моих. Да, точно, это пять. Минус четыре. С пяти. С пяти. Это семь. Реролл никакого нет? Нет, здесь нет. Ну, попробую из пулемета пострелять или зарядить. Ну, ракеты с четырех так не очень. Тебу потратить не очень. можно из пулемета, это бесплатно и как бы ничего не... а пулемет в этих? ну можно в этих, это будет еще то же самое по-моему с 5, да. 6-6 нет, нету в молоко. ок, так единички сыграли, двоечки, значит активируется сперва мои двоечки, ну давай попробуем вот с этой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот так вот походить, мы подошли к тебе и попробуем тебя засадить, у тебя уже здесь нету защиты этого щита, будем стрелять из пчелок, ракеты. так, забег, дистанции нет, забег я получаю минус 1 из-за то, что это пчелка, они сами себе хуже наводятся, еще минус 1 из-за 7. так, это мимо, это пришло, это тоже мимо. пробить я скорее всего с 5 здесь не могу, потому что броня там 7, да, это не взяли, не взяли. ок, давай пробуем с пулемета туда же, но нет. так, теперь твой, так, значит мой приказ удержания, я не могу двигаться, я получил бонус инициативу, я буду пытаться оброняться от тебя, значит я получаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 1, задым, то есть минус 4, здесь игрокам может показаться, что это нагромождение подсчетов, но после там первой игры уже это делается очень быстро, а я это делаю настолько быстро, что может быть даже непонятно. ну да, предмет расстояние, по клеткам не такая же проблема. так, с пяти я стреляю. слушай, сегодня как-то, видишь, погода не та. да, не та погода, не можем поразить друг друга. окей, пулеметы, да, пулеметы можно в, собственно, так, еще парочку кубиков бы мне вот. давай попробуем в твоих чуваков в лесу пострелять. так, что началось-то? так, шесть, пять, из пяти. одно пришло, второе пришло, не пришло. ну, один ты отменяешь за... нет, сам выбираю. ты можешь сам выбрать, крит отменить, конечно, лучше, потому что он всегда пробивает. окей, да. крит ты отменяешь. у нас здесь аналогичная механика, мы смотрим, больший кубик это 4, мощь пулемета 0, сравниваем с твоей защитой, она вот здесь написана, 5. это просто то, что опять же их защищает броня в данном случае. я правильно выбрал десант в пауэр арморе. да. ну, чуваки, это прям вот, как бы, такая уже комбайта игры, чуваки, которые сидят в лесу, вот в этой броне, это очень трудно пробить. окей, так, теперь мой второй. да, твой второй. собственно, выполняет свою задуманную хитрость. соответственно, я. значит, тут есть такой нюанс, что если ты придешь мне в лобовую арку, то я буду на тебя реагировать, если ты окажешься здесь. реакция это стрельба или еще что-то? реакция это проброс искусности на 4, то есть, может ли он отреагировать или нет, и дальше по выбору либо отступление на 3, либо встречный выстрел. вот, поэтому тебе лучше. ну, я показывал здесь есть маршрут, чтобы извернуться и зайти вот так вот сюда. так, сейчас давай еще. у него движение 8. движение 8, плюс за этот приказ ты получаешь еще 2. то есть, десятка. да. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. да. а в спину смысла нет. ну, попробуй. ну, там есть большое различие чисел. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. строго говоря, здесь вот ты активируешь вот этих, потому что у них будет защитная реакция в одном гексе. я понял, да. в принципе, можно это попробовать пережить, но нет, нет, все-таки. окей, лишние. окей. вот копейная атака самая мощная в игре. у нее берется гекс этого разбега, который у нас сейчас мы считали было 7. проявляется к мощи смоукап яхтер тоже 7. мы получаем 14. 14. оно немножко иначе работает, чем просто выстрел. оно сначала поражает броню, как бы вычитаясь из него. то есть он становится ноль. вот это. становится ноль. а все, что превысило 7, идет вот сюда. то есть ты меня как бы на минус 3 разрушаешь. вот. поэтому, строго говоря, просто нет. а я ничего не кидаю сейчас? нет. то есть это автоматически. в боею атака падает автоматически? это такая таранная атака, которая считается копье, да. потому что он пока бежит, считается, что он может достаточно навестись, и у него достаточно других проблем. а если бы это там бить чем-нибудь, например, ну вот здесь в стартовом наборе этого нет, но есть мехи, которые там могут ударить рукой или булавой, и им нужно кидать. вот. и так как у тебя, типа, прочность 3. прочность 4. то есть ты меня в минус убиваешь, но это все, это как бы гибель-гибель меха. тебе нужно... вот это защита внутренняя? нет, это просто 4, это дублирует. еще раз даю дубльную прочность. хорошо. то есть мне достаточно пробить броню, и остаточная моя сила наносит внутреннюю боль. да, вся переходит в прочность. ну то есть копью надо достаточно разбежаться там с 5, даже с 3, с 4, и если ты смог зайти мне в боковую броню, то ты, собственно, меня уничтожаешь. после этого ты делаешь проверку с искусности с минус 1, твоя искусность по умолчанию 4, вот здесь ее можно вписать, на поломку копья. то есть копье можно сломать. так, это 3 и меньше. 3 и меньше, чтобы не сломать. не сломать копье, да. сломалось. сломалось копье. оно у нас на магните, поэтому мы его снимем. я понял, на разовый шприц. но он как бы настолько мощный, что ему нужно чем-то его навести. после этого он что-то сможет там как-то типа давить? он может давить пехоту, и есть пулемет вот здесь вот на крыше, которым он может отстреливаться. но не в этом приказе. никакой консолидации, ничего, типа вот он так завис спиной. но он может завершить свое движение, если у тебя оставались очки. то есть у тебя было 7, у тебя еще 3 очка. 3 очка. можешь еще додвигаться. я могу крутиться на месте? может, да, просто развернуться на 1 и все. и смысла к ним подходить нет? ну, нет. ты 2 тарана как бы не можешь совершить. ну, типа, понимаешь, они могут стрелять как-то от того, что рядом стоит. а, нет. ты можешь повернуться к ним лицом, это самое правильное. так, а это каждый поворот? нет, нет, просто любой поворот считается одной скоростью. так, третий. окей, начинается третий. собственно, вот они. они активировались. ну, попытаемся ребята пробить, хотя это будет сложно. мы стреляем с 10, потому что у нас базовая точность 9. и плюс 1 за то, что мы выше, дает нам 10. вот, в прибежавшего парня. так, это пришло, это пришло, все пришло. надо сразу посмотреть, что тебя может пробить. тут у нас 7, 7 и тут 7. твоя лбв броня 8 пробить не может, поэтому броски на щит не делаются. потому что там щит можно иногда сломать. как бы на такой бесполезной стрельбе щит сломать нельзя, считается так. так. окей, постреляю. не очень успешно. четвертый. четвертая инициатива. у тебя есть четвертая. у меня за счет приоритета. мы также стоим на месте и попробуем стрелять вот сюда. здесь нам будет мешать один вот этот лес. три-четыре-пять. у тебя вообще механика приведения видимости никак не озвучила. она идет по гексам. самый такой мощный девайс это веревка. из центра гекса в центре гекса. из центра гекса к центру гекса. если она задевает грань, то считается, что гекс, если что-то есть, то он играет. я понял. то есть, типа, если ты стоишь в этом и чувак в этом, то вот, типа, вот это глобально. да, если бы там что-то было, то оно задействовало бы. если препятствие с двух сторон, то считается только одно. я понял. ну, это уже такие мелкие нюансы, которые... ну, все равно, да. ну, да, нужно отсталкивать. обычно. а, например, определение, куда вот я им буду стрелять, потому что у тебя есть разная броня, она вот расчерчивается вот по этим штукам половинки и трактуется в пользу стреляющего. то есть, сейчас я явно у тебя во лбу. если бы я, например, стоял здесь, я мог бы стрелять тебе вот сюда. вот. у меня приказ, который запрещает мне движение, поэтому я не могу перейти. так. собственно, я пробую поразить из трюфика небольшого. минус один, минус твой один. это с пяти, у них вшито точно семь. но нет. окей. выстрелили, отстрелялись, а твои два отряда поставили. так. я могу ими стрелять в этом. да. ну, уж, конечно. у них за лес мы там получим немножко. ага. ну, в смысле, им не нужно вертеть. а, у них арт. пехота. да, пехота. смотрите. так, соответственно, у них одна базука какая-то. ну, как-то хит умирается. тюфяк. да. три, четыре, пять. дистанции нет, мешает только один лес. минус один. да. с восьми. смотрим на парней, у них точность девятая. да. эх. тоже хватит. потратили вторую, вторую ракету. так, у меня осталась, соответственно, одна ракета. окей. так, у нас начинается третий ход. а, у меня еще чуваки есть. а, извините. так, они могут подвигаться. да. на три. три. пойти в лес. или не в лес. а, они могут отсюда пострелять не в этом как-то. да, это, кстати, нормально будет. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. да, это минус один и плюс один, потому что они на холме. ага. то есть с базы. с базовой точности. смысла подходить сюда нет? нет. ты можешь подойти, может быть, сократить дистанцию, то есть раз, два, три, четыре, пять. вот, если до сюда дойдешь, или до сюда, то у тебя не будет, ну, как бы, то на то ты здесь за холмом получаешь. да, где-то в крови подходить нет смысла. так. у нас шести. наши ребята. нет, что-то все, все, все молоком. что-то мы, видишь, играем под запись, а попасть не можем. да. да, бывает. окей. так. а, скажи мне. потери. они стоят на столе. потери остаются на столе, они являются препятствием, об них можно споткнуться, в них можно укрыться пехотой. ты, кстати, получаешь плюс один боевой дух за первую кровь. ей. так, соответственно, опять стало. да. так. да и мы ушли. а, сейчас мы друг друга просто мочим. да. есть ли у тебя миссии на удержание точек, там, что-то еще? есть в базовом комплекте три вида основных сценариев. это, собственно, стенка на стенку, защита высоты, удержание высоты и точки. ага. к ним добавляется шесть дополнительных миссий, которые накидываются в начале партии, и ты выбираешь, там, ты два кубика кидаешь, и одну из них себе выбираешь. ага. они могут быть переведены в победные очки, если вы сильно хотите узнать, кто выиграл. я понял. так, теперь мы опять, соответственно, раздаем. да. всем приказики. в более такой расширенной версии отряды можно объединять в группы. например, можно от одинаковых смердов сделать две или три подставки, и также мехов. и тогда у тебя будет один приказ на группу. если у тебя одна инициатива на группу, и, например, вот этот князь во главе группы будет играть, но он больше войск будет усиливать своим, своим вот этим правилам. тут немножко по-другому начинается. так, мы здесь скажем вот это. так, скажи мне, пожалуйста, для этого у меня теперь, по сути, остался там приказ-маневр, с которым я буду ходить и стрелять как-то. да, но ты можешь использовать приказ-таран, чтобы попробовать пытаться задоптать вот этих чуваков. да. мне расстояние будет хватать? да, будет хватать. там нужно будет пройти им защитную реакцию, и тебе нужно будет открыть роллбук, потому что я плохо помню, как это делается. так, я вроде отдался. так, сейчас у меня вот еще остался парень. тут в чистом поле. так, все, кидаем. так, здесь все просто не очень. здесь два таки. он все время кидает кол, мне нужно 22. окей. кола кидать. так, у этих становится шесть. у этих становится шесть, у этих становится пять, остальные все при своих. так, смотрим на боевой дух. я говорю, что я хочу сделать здесь два. да, нет, подожди, три. так, а я могу этому помешать или? ты можешь ответить. то есть ты вот, я как бы сделал заявку, это в режиме торга, пока оба не пасанут. нет. у меня было пять, тогда я могу еще один, да, я немножко неправильно посчитал, я могу сделать два за три очка. ну, потому что пять минус три это два. окей. все? да. хорошо, открываемся. так, моя единичка вот здесь твою перегоняет за счет моего князя. так. да, здесь единичка тоже. так, ну давай что-нибудь попробуем сделать. три, четыре. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть, семь, восемь. блин. где такой этот... как он там? шальдополох. нет. святогор или святополк. святополк. он явно этот слонешит. always strike first. ну, видишь, его нет на поле. ну да. вообще он неохотник. у меня правило называется неохотник до воин, поэтому он не выходит на поле. а точно такое же правило у княгини называется женская доля. он даже не выходит на поле. кстати, вот эти вещи забавные, кажется, в дизайне. брать что-то жизненное и как-то вот так его отображать. так, мы тут подвиглись, давай попробуем расстрелять той пехоту. здесь вот. да. у нас нет дистанции, мы ее полностью сорвали. за бег мы получаем минус один и с восьми сейчас будем стрелять. значит, сперва стреляем из автосмоговницы с восьми. там. и сразу постреляем из пулемета. там? посчитаем. а, девять. я же с восьми. да. пардон. пардон. промазал. окей. из пулемета с восьми. окей. притом. окей. жесткий. да. значит, это крит. однако, ты стоишь в удержании, значит, они как-то там окопались и получают это свое снижение потерь, которым они могут снизить потери. окей. а они, если что, будут погибать по моделькам или сразу? они погибают по моделькам, то есть у нас есть параметр силы, вот здесь вот у них сила пять, соответственно, она эквивалентна моделькам. в правилах написано, что это условное отображение численности отряда, то есть их там не пять человек, а ну сколько. я понял. вот. ну да. гранатометчик условно погибает последним, или если есть какое-то еще специальное оружие, оно там остается до конца. так, теперь мои калы. да. так, чтобы мне пойти сюда, мне нужно развернуться на счет? нет. когда ты начинаешь движение, ты за разворот не платишь, только если тебе надо, ты типа сделал шаг такой, а потом тебе надо развернуться, то есть в конце движения. так, и у меня, соответственно, восьмой, да? угу. три, четыре, пять, шесть. здесь будет защитная реакция. здесь или здесь? ты здесь, а вот здесь один гекс остался, я показал. она активируется в одном гексе в арке меха. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. ну, допустим. давай. смотри, тогда когда ты проходишь здесь, то ты активируешь моего меха на защитную реакцию. ага. ну, можешь сделать другой маневр, либо я попробую пройти. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. я буду стрелять в эту арку. тогда ты будешь стрелять вот туда. тебе нужно семь и развернуться. вот так вот. я буду стрелять в эту арку. либо я буду стрелять в... либо рискнуть. что у тебя там сзади? а сколько? у меня там шесть. на самом деле для этого не имеет, он одинаково бронирован. у меня шесть везде. ага. тогда ясно. тогда, наверное, да. тебе имеет смысл просто сократить дистанцию. здесь где-то, да? встать вот так. окей. да. пожалуйста. забег минус один, за мой лес минус один. семи. семи из главной пушки. да. попали наконец-то. собственно, у нас есть больше кубик пять, плюс два это семь. моя броня шесть. ты меня пробиваешь на минус один. все оружие всегда наносит, если это не копье, всегда наносит одно повреждение. то есть мы ставим одну прочность. так, а теперь первая ничего не дает? нет. он активируется тот, который следующий пустой. значит, он помечен серым, это более старый мех. и с первого повреждения он теряет свои бонусы инициативы. так как ты меня пробил на минус один, то есть смотри, если бы у тебя была мощность шесть, сюда входило бы, то я просто потерял бы прочность. так как она у тебя семь, и это минус один, то мы кидаем детализирующие повреждения. значит, есть простые повреждения, есть тяжелые. наконец-то мы дожили до этой механики, хотя она самая базовая. вот. ок, у нас есть обычный повреждение и тяжелые. то есть тяжелые с минус два. вот. и владелец меха, так как это есть, владелец меха кидает один кубик и смотрит вот сюда вот. четыре, заглох, теряет этот или следующий ход. ага. он заглох. я понял. реактор shutting down. так. и стрелять автоматом не смысленно. а я могу рассмотреть. может быть это как раз лучший шанс для них. это будет с шести. с шести. ты говорил, что можно сразу стрелять. да. можно взять три пары разноцветных кубов. раз, два и вот. и зарядить. с шести. с шести. пытаемся нажучить шесть, восемь и десять. у ракет мощь два. здесь у нас четыре плюс два. это меня пробивает, но без вот этого броска, который мы делали в прошлый раз. просто шесть. и здесь нам напоминает. да. я в последней прочности. здесь у нас тест дерзости. хороший параметр мне нравится. это смелость. вот. то есть ну давай для интереса попробуем его проходить. значит я беру один кубик и пытаюсь пройти с четырех. да. то есть он стоял в паническом препятствии. а если бы он провалил? есть две стадии отступления. первая стадия при первом провале. он начинает отодвигаться каждый ход на, по-моему, три гекса. и может вести огонь под управлением игрока. если он еще по какой-то причине случается такая проверка, то он просто разворачивается и бежит. если, например, мех падает, то пилот из него выбегает. в общем, он в ужасе уже. и вот эти проверки их можно отменять за боевой дух. которые мы иногда использовали. так. окей. еще один кол. туда если буду стрелять, то буду попадать в спину. сюда если буду стрелять, то буду попадать лев в спину. нет. здесь нет линей. ну явно здесь она проходит мимо меня. можно веревочкой проехать. ну да. так. я просто свою последнюю в тюфяк использую. да. соответственно, минус один, минус два, минус три, как минимум. да. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. это вторая дистанция, минус два леса. четыре с пяти. с пяти. легко. ну красиво. 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 значит, ты меня не пробьешь с этим, потому что у тебя пять. да. облегченный снаряд. попробуй пореролить. ну нет, нужно было троечка. так, все, партифики кончились. да. окей, отстрелялись. что у нас осталось? осталась моя двоечка. значит, я заявляю, что это будет мощный выстрел. в особом приказе есть такое правило, там либо улучшенное движение, либо мощный выстрел. то есть они тратят время на прицеливание, из-за чего их инициатива становится пять. соответственно, они пропускают вперед другие войска, например, вот этих. я понял, я понял. так, ну давай они тогда сюда постреляют. окей. там с восьми, нет, с семи. да, есть, это пробивает, я думаю, что это не отрывает. нет, если с семи, то... а, это восемь. да, да, да. к сожалению. слушай, я в лесу, а у тебя холм, это все с семи, да. окей. так, и поток потратил. не кто же там сродиться. снизу там такой же маленький. ага, есть. так, сыграли, у нас остались пятерки. значит, у нас тут сейчас драма будет разворачиваться. ага. потому что ты собираешься с меня давить, я собираюсь отстреливаться. значит, я активируюсь первым, за своего князя. и мы пытаемся стрелять, мы получаем к мощи плюс два за вот это вот дело. значит, мы берем три пары кубов. значит, с десяти мы будем попадать. так, это ушло. это пришло, это пришло. наша вшитая мощь два, и за приказ еще два, это четыре. значит, здесь у нас получается девять, это тебя пробьет, и здесь тоже девять, это тебя пробьет. попытайся защититься счетом два раза. так, мне нужно кинуть меньше четыре. да. да, если бы я кидал пятые нули, это было бы. ну, да, некоторые говорят, что типа я кидаю повахи. да, я кидаю повахи. так, вот этот парень. да, вот этот парень. значит, у них немножко другая механика. они никогда не могут снижать прочности, эти чуваки. потому что у них слишком маленький калибр. но за каждое пробитие ты кидаешь два раза по терминции повреждений. вот, пожалуйста. ну, в смысле, один, два. два раза за, ну, один раз за каждое пробитие. прекрасно. отметь, что ранен твой пилот. шестой результат. здесь? да, здесь ранения. вот они. он получил, у тебя страдает, плюс один инициативы. ну, можно запомнить или отметить. да. и за первое ты сдвигаешься, в случайный соседний гекс, сохраняя лицевую сторону. мы представляем это как циферблат. так. и кидаем, то есть, один вот здесь и по часовой стрелке, куда он передвинется. пять. один, два, три, четыре, пять. он заделся вот сюда вот. то есть, он как-то там зажал сустав. ага. он наступился от выстрела. мы сыграли, давай твой. значит, основная драма в том, пройдем ли мы защитную реакцию. ага. у тебя восемь ходов, убежать на нас вряд ли получится. ну, мне без разницы, с какой стороны. в принципе, без разницы, да. ну, тогда просто я иду. я иду. here I come. раз. смотри, да. на подходе мы пробуем пройти защитную реакцию с четырех. да, прошли. что нам дает возможность сделать встречный выстрел. либо убежать. но убежать мы от тебя точно не сможем, потому что у нас всего три шага. да. поэтому давай попробуем постреляем. но, правда, уже без вот этой прибавки мощи, которая была. так, то же самое с десяти. да, то же самое с десяти. это есть, это есть, это есть. но здесь у нас будет семь, мы только шестерок будем пробивать. ага. потому что у тебя там восемь ходов. ну, давай давишь нас. окей. так, сейчас мне нужно открыть правила, потому что мы довольно редко делаем. посмотреть. во-первых, что я точно помню, ты теряешь боевой дух, потому что давить людей ногами, это считается очень плохо. у тебя есть герой, которым нравится давить людей? пока нет. я реквестирую. окей, один боевой дух. сейчас я найду. собственно, у нас вот здесь довольно редкая ситуация. так получается по играм, давят редко. но спейс это делает. е легко. один куб. один куб. один куб. да. значит, плюс шесть, это десять. и, соответственно, мы это целевое число десять сравним с моей защитой. она у меня в карточке у нас стрельцы, у нас защита три. защита пехоты работает немножко иначе. вот сколько раз ты ее превысил, то есть от десять, у меня три, ты ее три раза превысил. столько потерь они получают, по сути, это уничтожает их отряд. вот эти три. три раза получают. ну, как бы таранные атаки, они очень жесткие. ты передвигаешься сюда, можешь закончить свое движение, если хочешь, эти растоптанные. если бы рядом была другая пехота в радиусе два, она бы делала проверку морали, потому что это ужасно смотрит на это. окей, вот так. это у нас закончился третий ход. я думаю, что мы на этом... есть парни с шестой. есть парни, да. у меня еще есть парни, да. с маневром. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. это минус один. десять, это минус один. ну, с шести давай попробуем стрельнем, хотя это мало. а может быть мы раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. да, вот так будет лучше. хотя мы уже, я чувствую, раздавлены. князь святополк отдает какой-то, видимо, город или деревню. в этом споре. три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. минус один. с шестим стреляем. попали. ровно шесть. четыре плюс три, это семь. у тебя есть броня шесть, но минус один тебя пробило. ей. кидаешь по повреждениям и ставишь себе одну. троечка повреждения ног, минус два скорости. минус два скорость. скорость вот здесь. а, да. скорость стала шестой. да, стала шестой. одну прочность потерял. прочность потерял. вот, все, вот так вот, отстреливаемся. так, мне кажется, что я потратил еще одну. так, ну, в целом понятно, типа, тут у тебя ход пропустят. ну, там, как-то ты постреляешь. постреляешь, ну, скорее всего, это уже, там, четвертый ход. вот, более-менее по всеми механикам. намечали мы пять ходов сыграть, ну, примерно. ясно. собственно, вот мы сыграли три таких показательных хода. очень простая партия. тем не менее, были вот эти интересные механики, которые, ну, мне, во всяком случае, нравятся. там, ты меня таранил и копье при этом сломал. растоптал людей. ну, перестрелка получилась неплохая, что-то в мехах ломалось. ну, понятно, это такой самый-самый простой вариант. быстрый и маленький. вот так это выглядит. ну, и, то есть, покупая коробку, примерно, насколько может ее хватить по партиям, там? слушай, я думаю, что по четыре-пять партий можно сыграть. ну, это как бы зависит, конечно, от вовлеченности. то есть, вот сейчас у меня есть, там, может быть, пара игроков, которые прям реально втянулись, там, играют, типа, каждый день, мне пишут, присылают фотографии. вот, ну, там, и им это нравится. и потом масштабирование у тебя уже замысленное или уже существует? масштабирование – это, как бы, главный сейчас вопрос. то есть, нужно больше всего. нужно вот сейчас тупо нарастить контента очень много. значит, и оно идет сразу в нескольких направлениях. во-первых, новые карты. сейчас мы сделали мат гексовый пустой, наверное, только гексы и трава под террейн. в принципе, у меня, мы иногда играем с террейном, там, можно использовать террейн от батлтеха, можно еще какой-то просто поставить. вот, сейчас одно развитие. потом будут новые карты, зима, степи, что-то такое. потом, естественно, самое вкусное – это другие фракции. я планирую, что, ну, как планирую, знаете, инди-разработчику, как бы, его обещаниям нельзя верить, но их при этом нельзя не давать. значит, я хотел бы, чтобы к весне у нас появились две мини-фракции. это кочевники и орден, рыцарский орден. они пока будут совсем небольшие, то есть там будет по отряду, типа, по три-четыре юнита на сторону. они будут играть как наемники дополнения, либо у них будет, может быть, один-два сценария, чтобы можно было самостоятельно за них поиграть. вот, примерно вот в таком ключе это будет в ближайшее время. ну, и у Русичи, я надеюсь, еще несколько дополнительных миниатюр появится, чтобы было. ну, и я надеюсь написать какие-то правила мини-кампейна, чтобы можно было поиграть с несколько связанных битв с какой-то историей. вот примерно такие горизонт ближайший. я понял. ладно, спасибо тебе большое. мы, в принципе, более-менее поняли, что происходит, как это играется. мне кажется, как раз хороший баланс между глубиной механики и простотой. спасибо. потому что, когда ты кидаешь там в батлтеки, там уже насколько у тебя пачки ракет разделились, куда каждая попала, что она там сделала. или начинаешь тоннаж считать, с какой высоты упал, чего. а, да-да-да. такая жесть. а здесь прям, да, вот мне очень понравилось, как это играется. ладно, будем следить за твоим проектом. надеюсь, у тебя все получится. мне даже захотелось чуть-чуть как-то в этом поучаствовать. прям напрашивается какая-то хасидская сторона, там, не знаю, какой-то князь, который потом связался с чернобогом, там, я не знаю, что-то такое, да, продал душу дьяволу, короче, и топает своими роботами по людишкам, ему это нравится. ему, да, ему это нравится. добавляется больше у него как-то боевой дух растет. это жесть, это жесть. подумай над этим. окей. спасибо. пока. Субтитры сделал DimaTorzok и подпишись.